Приветствую! Как мы с вами знаем, с середины сентября 2022 года ДПСУ окончательно запретила выезд студентов из Украины. До этого их выпускали с переменным успехом и выпускали только тех студентов, которые учатся в зарубежных вузах, а вот с сентября месяца окончательно был введен запрет. Законен ли этот запрет? Конечно же незаконен. И мы неоднократно об этом говорили и говорили о том, что это противоречит предписаниям Конституции Украины. Так сложилось, что я долгое время не брал в производство дела, связанные с выездом студентов, потому что у меня была все-таки надежда, что либо война закончится быстрее, чем мы получим позитивное решение, либо все-таки им разрешат выезд. Но в итоге, как мы видим, все затягивается и на сегодняшний день у меня уже появилось первое судебное решение по делам студента, то есть то дело, где мы обжаловали отказ пересечения государственной границы студентов. И вот появилось первое решение и, к счастью, это первое решение, оно было позитивным, то есть студент выиграл это дело и как раз хочу поделиться с вами этим решением суда. Поехали! Итак, друзья, сейчас вы на экране видите непосредственно текст решения суда. Естественно, ссылочку в описании я вам оставлю, чтобы вы могли с ним подробно ознакомиться. Это решение датировано 13 февраля 2023 года. Харьковский окружной административный суд. И, кстати, этому суду, и если память не изменяет, именно этому судье я уже пел дифирамбы, потому что первое решение в Харькове, на мой взгляд, тоже принял данный судья. Ну, первое решение, которое касалось защиты прав студента. И там тоже суд защитил права студентов, отменил решение о запрете выезда из Украины. И давайте вот посмотрим, что же это за такое решение. Значит, ситуация стандартная. Ехал студент, все документы были, вплоть до того, что у него платежки были подтверждающие, что он платил за обучение. То есть это не фиктивные были документы. От ТЦК была справка с разрешением на выезд. Но, тем не менее, пограничников это не устроило. И, конечно же, они человека не пропустили. И вот главное, что пишет судья в обосновании своего решения. Вот давайте посмотрим, что указывает суд. Суд, соответственно, до статьи 1 закону Украины про порядок выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины, гражданин Украины мает право выехать из Украины, кроме случаев, предпоченных этим законом, то въехать и в Украину. То есть суд говорит, что только если в законе Украины, вот этом про порядок выезда из Украины, есть основания для запрета на выезд, только в этом случае ты не можешь выехать из страны. И дальше, вот здесь суд указывает, какие это основания, перечень оснований. Естественно, среди перечня оснований, которые указаны в законе, в статье 6 данного закона, нет такого основания, как введение военного положения, либо объявление мобилизации. И суд указывает дальше. Проте, как установлено судом, відповідачем в оскарженном решении не назначено жодно из визначенных статей 6 закону Украины 38.57.12 подставить для тимчасового обмежения позывачу право на выезд из Украины. То есть суд говорит, ребята, вы приняли решение, но в решении вы не указали вообще оснований для запрета в выезде, тех оснований, которые предусмотрены законом. Дальше, если мы посмотрим, суд обращается еще и к протоколу 1, конвенция защиты прав человека. И дальше идет достаточно существенное обоснование, объемное, мы не будем его полностью разбирать, да, будем экономить ваше время. И вот здесь суд подробно расписывает, почему, почему такое решение об отказе в выезде студенту из Украины было незаконное. И в самом конце, самое главное, вот оно. Административный позов задовольны ты, вызнаты, протиправным, таскосувания, решения, и дальше название решения, да, решения, которым запретили человеку выезд из Украины. Суд признает это противоправным и отменяет. Зачем я это все вам демонстрирую? Ну, конечно же, я это демонстрирую для того, чтобы похвастаться, похвастаться тем, что я, как адвокат, представлял интересы этого человека в данном деле и смог победить. Это меня, безусловно, радует. Но самая главная мысль в следующем. В тех случаях, когда представители государства нарушают закон, мы можем с вами обращаться в суд и выигрывать у государства, признавать деятельность, действия представителей государства противоправными, незаконными. Отменять это. И у нас в стране, как мы видим, есть судьи. И таких судей достаточно много, которые выполняют свою функцию. Они действительно вершат правосудие. Они не говорят, что, мол, та война, та все нормально. Вы видите, судья четко по законодательству, по международным актам обосновал, что данные действия представителей государства незаконны. И таким судьям, ну, что называется, честь и хвала. Потому что в текущей ситуации, безусловно, нужно иметь еще и определенное мужество, чтобы принимать такие решения. И, как мы видим, у нас есть суды, есть судьи, заслуживающие уважения, которые принимают решения, основываясь на принципе верховенства права и защищают интересы человека. Поэтому, друзья, если ваши права нарушают государство, вы можете получить судебную защиту. Нужно только это делать. И, как мы видим, те, кто это делает, они получают соответствующую защиту. Дальше, конечно, безусловно, у вас встанет вопрос, а смог ли этот человек выехать, имея такое решение. Друзья, сообщу вам об этом, потому что теперь нужно нам ждать минимум месяц, чтобы это решение вступило в законную силу. После этого человек поедет. Ну, и по результатам я вам сообщу. Друзья, если считаете, что данное видео было вам полезным, поставьте ему лайк, поделитесь им в социальных сетях, чтобы как можно больше людей узнали о том, что действительно в стране есть настоящие судьи и есть судебная защита прав человека. А я напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.